Депутаты Госдумы вообще, наверное, редко куда-то приезжают и отчитываются, я с коллегами разговариваю, из разных партий. Обычно практика такая, что раз в пять лет приезжают, подводят итоги и строят планы на будущее. И только у нас в партии в Московской области Игорь Юрьевич Брынсалов, секретарь нашего регионального отделения, председатель Московской областной думы, принял политическое и волевое решение, что все депутаты, неважно какого уровня, муниципальные, региональные или федеральные, должны раз в год подводить итоги. Так, в ходе своих выступлений с отчетом о деятельности за 2022 год депутат Госдумы Александр Толмачев побывал в Африанове, Монина и микрорайоне Бахчеванджи. Парламентарий рассказал об итогах работы в Государственной думе и на территории избирательного округа, о законопроектах, с автором которых он стал. Помимо того, что мы обязаны принимать законы, мы обязаны их писать, это наша основная работа. Мы еще и работаем с населением с точки зрения организации приемов, встреч, обращений много. В избирательном округе проживает практически полмиллиона избирателей. И мы стараемся на каждое обращение, которое приходит, либо в социальных сетях, либо по онлайн приемную, либо на прием к нам лично, отрабатывать и находить пути решения, которые возможны. Отчет – это не только возможность рассказать о проделанной работе, но и пообщаться с жителями на местах, услышать, что их волнует. – Людей же всегда волнует, что… Конечно, глобальные вещи всегда интересны, да, интересно смотреть по телевизору. Но у каждого волнует, что… Когда он приходит домой, что у него происходит дома, когда он выходит из дома, что у него происходит в подъезде, на личной площадке, во дворе, что у него происходит на работе, как он добирается туда, на чем, на каком общественном транспорте, по какой дороге, куда ходят его дети, да, где находятся магазины или аптеки. Это же все бытовые вопросы, которые касаются каждого жителя. И, конечно, хотелось бы каждому находиться в комфорте. И наша задача сделать так, чтобы все было в шаговой доступности, чтобы все было удобно, чтобы все было качественно. Отчет депутата Госдумы охватил все сферы жизни, которые интересны любому жителю – от ЖКХ, благоустройства, медицины до культуры и спорта. Мы спросили депутаты, как лично он оценивает развитие в округе тех или иных сфер, где сделан прорыв, а где предстоит еще много работы. Образование, благоустройство, количество школ, которые вошли в капремонт, которые построили новые и строят сейчас благоустройство. Сколько мы скверов и парков тоже привели в порядок, и совершенно новые современные стандарты – это, я считаю, такой прорыв для всего городского округа. Где стоит доработать? На самом деле нет предела совершенства. И мы понимаем прекрасно о том, что хотелось бы, чтобы не только школы ремонтировались, но и делали ремонт капитально детских садов. Как знаем, уже глава городского округа анонсировал, что у нас в следующий год будет год детских садиков, поэтому будем пройти их тоже в порядок. «Единая Россия» завершила отчетную кампанию депутатов в Подмосковье. Всего только членами фракции в Мособлдуме было проведено порядка 400 отчетов с общим охватом почти 23 тысячи жителей региона. Все обращения, высказанные в ходе отчетных выступлений, взяты в работу. Виктория Мельник, Сергей Максимов, Игорь Поляков, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.